Ребята, всем привет! На связи Андромалик. Сегодня играем в случайные игры на планшете, на iPad, как обычно. Вот, все игры сразу пролистаю, покажу в мою коллекцию. Вот, смотрите, кручу. Вы внимательно смотрите, можете заказывать на следующем выпуске какие-нибудь игры. Пишите в комментариях. Так, ну сегодня во что поиграем? Ну, начнём... Давайте... Игра классная Going Balls. Сейчас только вырубить надо. Интернет. Wi-Fi вырубили. И запускаем. Начнём с этой игры. Покатаем шары, так сказать. Да, покатаем шары. Игра классная, классная, классная. Вот, у меня тут, смотрите, какой Minecraft Ball просто. Сейчас будем выполнять всякие испытания. Так, тут сложно, монетки собрали. Так, музыка прекрасная, игра вообще шикарная. Если что, в игре где-то 10 тысяч уровней, представляете? 10 тысяч. Я видел чувак на... У него был уровень 10 тысяч там какой-то. Реально. Посмотрите в YouTube, вбейте. Увидите там такие ролики. Я не знаю, сколько там надо играть, чтобы на такие уровни дойти до таких. Но здесь очень много уровней. Игру вообще невозможно, наверное, пройти тут. Постоянно обновления выходят, новые уровни добавляют. Так, что это такое? Не знаю, это надо рекламу просто смотреть. Так, а здесь я не улечу. Хорошо. Дополнительная жизнь какая-то, не знаю, на что это влияет. А это что такое красное? Что ты взял? Так, быстренько надо вместе с ними так вот, оп. Потом они меня сейчас собьют в бок. Хорошо. А это финиш. Нет, не финиш, это билет какой-то. Ой-ой-ой. 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 Я не успел. Прикиньте, надо вправо было. Сейчас еще разочек. Вот так давайте. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Вообще как тупо попасть-то? Ух, опасно было. Это у меня 55 уровень, если что. В игре 10 тысяч уровней. Представьте, сколько надо играть. Ой, это что, бонус какой-то? Я кинул мячик. Так, заработал монетки. Давайте другой мяч купим. Не вот этот у нас майнкрафтерский, а другой какой-нибудь. Смотрите, сколько тут выбор. 4 тысячи, ну неинтересно. 5 тысяч такой. А у меня 11 тысяч на 11. У бургера это открытый, я уже покупал. Класс, тоже покупал. Вот такой необычный за 9 тысяч. За 11 тысяч самое то, что я могу позволить себе. А, вот это я купил. Хорошо. Давайте за 11 тысяч. Я не знаю, что это. А, это чупа-чупс половинка такая, ясно. Ну давайте за него поиграем. За чупа-чупс. Так, тут какой-то уровень легкий совсем полностью, что ли, был. Вообще легкотня. Прошли легко. Так, идем дальше. Давайте поиграем. Хорошая игра, реально. В нее всегда интересно играть в целом, потому что Wi-Fi выключил, рекламы нет. Еще играешь, и ничего не напрягает тебя. Здесь, смотрите, какие тут опасности. Но, кстати, на планшете сложнее играть, чем на маленьком телефоне. Все-таки планшет большой, тут неудобно иногда. Если у вас телефон, на нем будет полегче играть. В дороге где-нибудь. Ой, смотри какой прикол, как надо сделать. Вы видели, да? То есть надо побольше скорость, и потом в ту сторону. Блин, тут вообще скорость нереальная нужна. Ну-ка, давайте я отсюда попробую. Сейчас, подождите, мне нужно нормальную скорость сделать. Так, давай, давай, давай. Ой, хорошо получилось. Ну, сложно, многие вообще не пройдут. Ой, это в бонусный уровень, я прыгнул. Это бонусный, он типа сложнее, но тут какая-то награда, еще что-то можно, может, новый мяч открыть. Еще что-то я не особо разбираюсь, но это в бонусный уровень точно. Сейчас, а не нет. Сейчас будем прыгать, смотрите. Так, вентилятор нас не зарежет. Не зарежет, хорошо. Собираемся монеты, это что такое, прыгать надо? А, ломать стена. Хорошо, и мы попадаем обратно. Вернулись туда, откуда мы в этот секретный уровень. Вот здесь вот мы прыгали, если помните, мы назад вернулись на наш стандартный уровень номер 57. Вот, ну давайте еще один уровень и идем в следующую игру играть. Сегодня у нас будет игр 6-7 в выпуске, как обычно. Так, у нас 3 ключа, и мы можем что-то открыть. Ну-ка, что же мы открыли? О, новый мяч, да? Новый мяч. О, открыли. Мяч фаунд. Реально новый мяч, походу. Я думаю, тут мячей 100, 200, 300 в игре на выбор. Очень много тоже. Эта игра, она как будто бесконечная. Через 10 лет у нее будут играть. Сейчас играю. Мне кажется, это бесконечный процесс. Какой-то суперкрутой уровень я открыл. Портал, короче, какой-то уровень. Если я вниз падаю, уровень заканчивается, по-моему. Здесь только одна жизнь, насколько я знаю. Нету чекпоинтов, никаких сохранений. Нельзя падать. Падаете и сразу идете обычно в реиграть дальше. Так, что здесь? Подождите, ничего не понял. А что делать? А, вниз просто. Я думаю, какие-то штучки такие показывают направление. Думаю, что-то ж надо делать. Оказывается, нет, ничего не надо. Просто с горы катимся. Так, вот здесь надо аккуратно, чтобы нас не разбили. А то у нас чупа-чупс, он такой хрупкий все-таки. Поехали. Я, кстати, интересно стало. Знаете, чупа-чупс, да, такое название? А оно вообще, как бы, наше, типа? Типа, компания, это изначально чупа-чупс, это, как бы, западная какая-то компания? Или кто вообще, вот, оригинальный производитель чупа-чупса? Что-то подумал, возможно, это наши даже делали всегда. Потому что чупа-чупс до сих пор продается. Только у нас, я в других странах чупа-чупса никогда не видел особо. Ну, реально, я думаю, может быть, это реально только у нас чупа-чупс есть. В других странах нет чупа-чупсов. Чисто для нас такое название сделали, по сути. Ну, это супер выгодный бизнес, потому что одну конфету продают, как там, не знаю, как 200 грамм или, там, полкилограмма обычных конфет. То есть это себестоимость супер низкая, а маржа высокая, если вы понимаете, о чем я. Хорошо, Going Balls заканчиваем. Что у нас дальше? Так, ну, игр тут много. Что вам показать, ребятки? Заказывайте обязательно всегда что угодно, что вам нравится. Вот Hot Wheels, например, да, вот есть Hot Wheels. Давайте поиграем одну гоночку. Тут трассу надо строить и потом ездить, а мы попробуем поехать сразу на Котовый Трасс. Друзья, я очень рад, что вы здесь. Великолепно к Hot Wheels Unlimited. Вы знаете, что мы все равно здесь. Участные машины. Крэзи-челленджи. И строить самые классные трассы вокруг. Правда? Правда. Итак, сначала, вы будете идти в Хот-вилл-сити, где есть трюк-лод-челленджи, чтобы тестировать ваши силы. Винчайся в челленджи, получай шелленджи. Винчайся в них, и бам! У нас есть шелленджи-нью-райд. Хорошо! Есть так много, чтобы собрать. Я просто не могу держать. Так что вставайся и начинай твои машины. Это будет один великолепный рейд. Заставочку посмотрели. Так, кстати, здесь, если, по-моему, интернет включить, можно играть с другими игроками. Что-то такое в онлайне. Давайте попробуем. Я уже давно не пробовал такое. Ну, нажимаем сюда. Да, мировые трассы тут. Можно чужие трассы смотреть, кто сделал, играть их. Так, смотрите, тут готовые трассы и сколько лайков у каждой трассы. Мы можем смотреть, типа, крутая трасса или нет. Ну, некоторых столько лайков, что... Реально столько лайков ставят? Я просто не могу понять, реально в эту игру столько играет. Давайте вот эту трассу. Я не хочу, где много лайков максимально. Подожди, нельзя играть. То есть за это надо платить? Так, а зачем мне тогда сюда дали возможность? Ладно, давайте поедем на готовой трассе какую-нибудь. Гонки, бесконечный раннер. О, что такое бесконечный раннер? Можно играть или... Опять подписка. Подожди, гонку тогда можно хоть? Ну, давайте гонку. Видите, что надо платить за эти игры, они бесплатно даже не дают возможность поиграть в режимы какие-то. Вообще прям обнагрели. Жадные разработчики просто. Так, ну одну тачку только можем вот эту взять. Все остальное опять-таки нам будут платить. А я не хочу. Ну что, мы против пятерых. Давайте попробуем победить. Ой, какая трасса, жесть. Да что за трасса-то? Кто ее сделал вообще? Так, назад надо. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Бум! Поехали. Так, что тут? Влево-вправо, да? Погнали? А что он так медленно едет? Это максимальная скорость, что ли? У нас не самая лучшая тачка, это точно. Нас вон просто обогнали. Старт был безупречный. Супер, смотрите. Я вот еду четвертый. Ну, просто скорости нет. Ну, что мне сейчас делать? Поворачиваю? Тут негде поворачивать, некуда. Может быть, в поворотах могу как-то вырваться вперед. Ну, прям... Ну, что это за трасса прямая? Сейчас заснул, наверное. Ну, кто такие трассы делает? Кстати, а мы что-то начали быстрее ехать, заметите. То есть, вначале нас обгоняли, а сейчас почему-то они стали медленнее ехать. Хотя я как ехал с такой скоростью, так и еду. То есть, они в поддавки играют с компьютера, сто процентов. Баланс. И тут, по-моему, трасса вся, это ровно прямо ехать. Прикиньте, какую трассу мне дали. То есть, здесь нужна максимальная скорость просто. Опять меня здесь обгоняют каким-то образом, видите? Вот, меня обгоняют. И сейчас я обратно потом буду обгонять. Вот это самая неинтересная трасса во всей истории человечества, мне кажется. Хуже трассы не придумаешь. Просто прямо едешь. И в конце телепорт. То есть, вот тут же как бы... Когда едешь прямо назад же, не вернешься. Тут вот телепорт поставили. Начинаешь просто сначала следующий круг. Так, бесконечный. Я уже четвертый. Сейчас опять обгоняю их обратно, смотрите. А хотя нет, этот пошел, быстро поехал. Может быть, тут какой-то есть типа супер турбо. Я не знаю, накапливается. Но у меня не вижу никакого индикатора, что какая-то скорость накапливается. Вот, я опять успеваю назад их обогнать. Но на следующий круг они вперед уедут. А следующий круг финальный. То есть, я не приеду первым. Потому что, видите, сейчас пятый. Вот сейчас они меня будут обгонять. Давайте... Ой, видите, какую скорость он меня вообще обгонял? Меня просто протаранил. И дальше поехал. Ну, это, конечно, да. Как можно было такую трассу сделать? Никакого экшена. Ну, я уже доеду, давайте, раз уже начал. Потому что, вон, чуть-чуть осталось. Но, смотрите, я четвертый сейчас, блин. Одного обгоню, не пятый. Вот если бы еще один круг был, я бы был первый. Потому что через круг я опять их нагоняю почему-то. Игра какая-то кривая, конечно. Так, ладно, ребятки. Давайте смотреть, что мне вам показать. Давайте. Хайповые игры давайте. Какие хайповые сейчас игры? Bullet Eho. Хайповая игра. Давайте, проверим, интернет есть. Вот это. Bullet Eho. Это хайповая игра. Давайте играть. Расса хайповая. От создателей Cards the Rope. С обновлением для Хэллоуина, наверное. Вот это, это понимаем. Видите, вот сейчас вот то, что вы видите. А большое обновление написано. Дали даже подарок. Ладно. Бесплатно еще что-то дали. Ну, спасибо, спасибо, ребята. Спасибо. Я рад, что вы мне подарки даете. Спасибо, спасибо. Но я хочу просто поиграть. Мне вот это неинтересно. Дайте просто игру найти. А, Battle Royale давайте. Смотрите, новый режим. Или FC, да, Battle Royale играл? Здесь я один или я с командой? Только не могу понять. Ну, сейчас поиск посмотрю. А это что, подсказки щелкать? Не, я с напарниками Battle Royale. Поехали. Мистический... Темпл, темпл. Храм. Мистический храм. Называется уровень. Беру патроны сразу. Перезаряжусь. Не, перезаряжаться не надо. Очень много каких-то проходов здесь. Так, надо держаться только с нашими напарниками, чтобы никого не пристрелили. Ходим вместе. Надеюсь, это не боты, а реальные люди. Но ходят они как-то медленно, честно говоря. Как боты. Так, это что такое? Визор. Дальше вижу все. Аптечка. Так. Надо по углам, кстати, проверять всегда. Тут могут в углах где-нибудь кто-нибудь прятаться. Так, наши ребята уже там стреляются. Убили. А что у меня за оружие ужасное? У меня просто ужасное оружие, ребята. Просто. Оно стреляет как-то. Я не знаю, это снайпер у меня какой-то или кто. Тут еще зона закрывается, прикиньте. Меня сейчас убьют. Мне придется идти, куда эти были. Где эти были. Вон, у меня просто расстреливает и все. Давай, стреляй ты, е-мое. Ужасный просто я персонаж какой-то. Я бы взял обычного, бы убил его. Он просто стреляет как снайпер, сдалека, наверное, как-то по одной пульке. Пуль, пуль, пуль. Я даже урон не наносил никакого. Вообще непонятно, что это было. Это самый худший персонаж, что я играл в этой игре. Давайте сейчас исправимся. У него на третьем месте там что-то. Да, я снайпер. Посмотрите, видите, это снайпер. Это ужас какой-то. Не надо мне такого снайпера. Давайте вот этого бастиона. Еще можно апгрейдить его. Но у меня, по-моему, денег нету, да. У него больше здоровья будет? Ладно, пофигу. Выбираем его и поехали играть. Все. Считайте, что этой игры не было. Это просто ужас какой-то. Просто ужас. Персонаж просто наихудший. Прикиньте, у нас сейчас 3 утра, ой, 3 дня, и уже темнеет. 3 часа дня, 40 минут, уже темнеет. Мне уже свет надо включать в комнате. Это вам сзади кажется, что светло, но это веб-камера так делает. В реальности в моей комнате уже темно. Так, ну что, бастион. Ты хоть... Он, кстати, бастион сблизи стреляет. Видите, у него такой вот типа красный, наверное, вот этот. Как близко надо подходить к врагу, чтобы начать стрелять. А это что такое? Это защита. Во, надо было защиту брать. 550 защит. У тех чуваков была защита. Я, наверное, поэтому и не прибивал их. Так, что-то там происходит. Погнали смотреть. Так, тут какие-то апгрейды, я даже не понимаю, что не дают. Типа стрелять лучше. Так, аптечку войну. Прикиньте, они всех убили. Это что за уровень был? Там что, 5 человек было? Как они всех убили? Вот это прикол. Давайте еще разочек. Я даже не почувствовал этого героя. Ну что это за игра, блин, так легко. Я просто люблю собирать здесь все. А тут я пока собрал, они уже победили. Надо, короче, идти вперед, воевать. Ну, по-хорошему надо всегда защиту взять, и потом идти. И все правильно сделал, по-хорошему. Да они спешили, мои напарники. У них еще какие-то персонажи непонятные новые, непонятно что там. Так, вот это защита или нет? Я чуть забыл. Сто патронов у меня. Это что за патроны? Усиление. Нет, 400 патронов я взял. Аптечка. Блин, что они ничего не собирают? Вам не интересно, что ли? Вам не интересно ничего собрать? Перезарядочка. Мне нужно защиту взять. Почему на этой карте нет защиты? Может, вот это защита? Электричество? Нет, это не защита. Короче, сколько-то осталось там. Буквально пару человек, наверное. Или один даже остался. Даже не знаю, куда смотреть здесь. Смотрите, сколько тут осталось. В живых. Вот тут кровь была. Тут что-то произошло. Блин, только патроны беру. Мне они вообще не нужны. Так, карта закрывается. Тут может где-то кто-то прячется. Перестрелка была здесь? О, пошли, 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 пошли. Нашего убили, походу, не? Погнали, погнали. Меня убил. Там целая команда нормальная была. Ну, просто вместе ходить, короче. Все, тут игра легкая. Ладно, поиграли в хайповую, так сказать, игру. Идем дальше. Хайпится. Следующая хайповая игра у нас какая? Ну-ка, 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 ребята. Ну-ка, скажите мне какая. Я знаю, какая. Кубкрафт. Ну, это хайповая в моих кругах. Мне нравилась эта игра, я помню. Ее уже обновили. Давайте посмотрим, что изменилось. Давно не играл. Так, давайте свет включим. Вот так. Вот сейчас посмотрим, что за игра вообще. Что тут изменилось. Она, может, без интернета не запускается уже? Не, запустилась. Во. Это наш персонаж. Надеюсь, сохранение осталось. Или что, с нуля? Подождите. Серьезно, с нуля? У меня же было сохранение. Или это вторая глава начинается? Не знаю. Я вроде до сюда не доходил еще. Ну что, ладно. Давай рубим лес. Руби лес. Нам нужно 25 блоков древесины, чтобы сделать ворота. Гейт. Ворота. Собираем. Деревья срами. Сами вырастают, как вы видите. Я уже 20 блоков собрал. Короче, каждое дерево это что, 5 блоков, да, получается? Раз, два, три, четыре, пять. Походу, да. Говорят, реклама, посмотри, быстрее будешь все делать. Ну, не надо, спасибо. Все, делаем. Построили. Ура! Так это начало игры? Да, это начало. Я уже тут дальше играл, я помню. Это мои напарники. Они будут у нас работать. Им нужно лодку вот сделать. Сейчас будем делать лодку. Блин, классная игра была, но, блин, заново играть я так прошел. Уже, по-моему, почти или лодку построил полностью, уплыл куда-то, либо почти построил. Это я точно помню. Так, ну что, здесь у нас... Что у нас тут? Тут они вот добывают древесину. Мы берем ее и распределяем, куда надо. Где что надо делать. Вот сюда 15 штучек. Здесь надо что-то построить. Так все это и выглядит. Так. Так, это что? Блин, всю рекламу смотреть. А это кто за чувак? А, у него можно что-то покупать. Быстрее добывать, например, на 15%. Работники наши будут. Или я даже буду быстрее на 15%. Ну, давайте рубить деревья. Древесина нужна. Пум-пум-пум-пум, ускоряем процесс. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Можно просто рубить, потом собирать. Здесь, по-моему, ничего не исчезает. На земле все валяется, как в Майнкрафте. Блохи никуда не исчезнут. Они остаются. Я только не знаю, если дерево на том же месте вырастет, блок же все равно куда-то исчезнет. Или он будет под деревом, получается, как это вообще работает. Так. Ну, давайте сюда, наверное. Нет, сюда нельзя. Вот сюда. Забираем вот эти. А эти сюда отправляются. Здесь, видите, ступеньки делаются. Bring wood to the main construction. Подожди, я могу забрать? Нет? Main construction. А main construction это куда надо принести? Я не понимаю. Ну, я все правильно, я принес. Вот здесь берем. Или надо сюда? Main construction. А, вот сюда, походу, надо принести, нет? Тут мы у нас... Вот наша... Наша лодочка будет здесь делаться. Вот такая игра, знаете, такая ненапряжная. Расслабляет. Это вот Майнкрафт. Сложно играть, да, иногда? Напряжно. А тут берешь... И кайфуешь. В такую игру заходишь. Вот мой работник. Здесь работает. Я просто потом распределяю ресурсы сюда. Вот. Сейчас соберу. Мне надо пять штучек сделается. И вон туда и достроим. Там следующее производство. Вот сюда, видите, еще две штучки надо. Так, надо, надо помогать. Они что-то... Они что-то медленно, конечно, добывают все. Почему я по 25 могу носить? Этот по 3 носит туда-сюда. Носи уже по 25, будь мужиком. Бам-бам-бам. А я по 30 даже могу уже. Что-то увеличилось. Было же 25, по-моему. А, не, это было для квеста. Надо было собрать 25. У меня вместительность 30. Сейчас я все принесу. Ускорю процесс. Вот. Оп, 25 сейчас принесем. Там, еще отсюда собрали 30. Теперь сюда. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Все, мне надо две штучки. Раз, два. Оп. Та-дам. Дальше производство здесь будет. Такая классная игра, ребята. Играйте, пользуйтесь. Моими наводками. Так, что еще у нас тут? Хайповое. И сегодня будем только хайповые игры смотреть. Давайте еще. Что хайповое сейчас? Что там? Что на хайпе прям? Что на хайпе? Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Фанкейт на хайпе или нет? Вот это игра на хайпе на самом деле. Но только не у нас. У англоязычных всяких ютуберов. Это игра популярная. Так, что тут играть? Я до сих пор не помню. Давайте что-нибудь нажмем. Тут у нас результаты можно посмотреть. Здесь квесты всякие. Здесь на тачке ездят. Вот то, что я люблю. На тачке берешь и ездишь. А это что такое? А, это вот... Это надо будет правильно делать, да? Чтобы они не падали никуда. Все, я проиграл. Как только одна падает, я проиграл. Такая мини-игра. Нет, я на тачке люблю ездить. Здесь вот, смотрите. Сдаться я нажал. Сейчас. Вот тачку берем. Тачка. Это тачка? Нет, не тачка. Подождите, а где тачка эта, которая можно там все делать? Это строить. Тут можно делать свои тачки и ездить. А где просто уровни там типа? Тут что ли? Нет. Battle тут. Арена первая. Вот что значит не поиграть немножко. Уже забываешь, что тут. Змейка есть, смотрите. Ну-ка, змейка. Это как играть змейкой? А, ты нажимаешь она в другую сторону. Непонятное управление, подождите. А, я понял. Нажимаешь она в другую сторону. Прошел. Управление странное. Так, понял. Сейчас еще разочек. Теперь разобрался. Сейчас буду как проиграть. Бам-бам-бам-бам. Дальше. Это тренировка, поэтому так легко. Дальше там будет нормально, нормально, ребята. Так. FunCade. Очень странная, конечно, игра. Это по сути конструктор других игр. Тут видите, змейка и гонки там и прочее. И всякие пазлы есть. Это все есть. Но это все многие другие игроки делают уровни. То есть не разработчики. Ты можешь тоже свое что-то сделать. Другие игроки будут твои уровни играть, оценивать их. Ты будешь даже видеть, где они, по-моему, не могут пройти. Где самые сложные моменты для них. Можешь потом уровень подделать, знаете. Облегчить немножко, где они вот, например, плохо играют. Где у них плохо получается что-то. Чтоб такого не было. Ой! Да что ж такое? Ой. Да е-мое. Ого, а тут как? Ничего себе. Вот это вот, это челлендж уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо получилось. Ты в воду. А можно просто перелететь, нет? Да не, нельзя. Тут надо держаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Упал я. Держись, держись. Дайди сюда. Давай-давай-давай-давай-давай. Ай-ей-ей. Хорошо. Блин, а где гонки? Я все-таки гонки хочу. Смотрите, сколько уровней. Дальше они идут. Смотрите, здесь 25 уровней. Я 10 прошел. Дальше вот всякие уровни. Смотрите, сколько их тут. Просто жесть. Во, гоночки. Вот они, вот они. Мои гонкики. Монстр трак называется. Тракс. Монстр тракс. Тут иногда газ в пол надо давать. Иногда медленно ехать. Надо просто запоминать. Так, ну держись, держись. Ай, развалился. Тут нельзя переворачивать. Здесь на самом деле просто не надо спешить. Вот просто газку даешь, и она едет. Все-все. Все, не спешим, не спешим. Вот она катится. Все нормально. Главное не переворачиваться. Сейчас будет этот мост, который несет. Ну и супер надежный такой. Так. А, тут есть тормоз. То есть если в одну сторону, чтобы не перевернуться. Вот я забыл. Я только газ-то дожал. Не, и надо было газ сейчас сжать. Видите, не получилось все равно. Давайте максимально до моста можем ехать. Ничего не произойдет. А дальше тормозим. Потихонечку. Все, я... А, подождите, это же это уровень, да, этот уровень. Нет, тормозить нельзя вообще. Надо только газовать. Я-то торможу только вперед, получается, кувырок идет. Вообще по-любому кувырок идет, я не знаю. Неужели реально спокойно надо ехать? Ну давайте спокойно ехать. Можно попробовать супер медленно ехать. Мне кажется, так тоже можно проходить этот уровень. Так, тормозим. Так, тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Давай, давай. Чуть-чуть газку задней давай. Проходим. Ой-ой-ой-ой. Нет, тут надо газку дать. Э-э-э. Не-не-не. Давай, газани, газани, газани. Да ема. Да немножко газку. Блин, только передние едут. Ну все, я застрял, видите. Ладно, это была игра FunCate. Что вам еще хайпового показать, а, ребята? Что хайповое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Freaky Stan. Вот это, кстати, хайповая игра. Ну-ну-ну. Сейчас я вам покажу ее. Freaky Stan. Вот она. Запускаем, ребятки. Такую игру вы не видели еще. Только эксклюзивно у меня на канале. Это последний уровень я ее прошел. Так, здесь, по-моему, птицу надо было нажимать. Я не помню, на самом деле, птица или это сейчас. По-моему, птица. Да ну-ка. Какаду, по-моему, называется эта птица, да? Она, по-моему, в Бразилии обитает, да? Здесь, по-моему, надо пилить, наверное. Я не помню уже это. Сейчас на него упадет, наверное, и все, и конец ему. Не, неправильно. Ну, это игра пройденная. Давайте первый уровень как-то. Можно поставить первый уровень? Здесь вот реально в игре нельзя поставить никакой уровень. Видите, вот это минус. Ну, это как Save the Girl. Помните игру, где тоже один из двух выборов можно было делать? Она взорвала YouTube в свое время. И все показывали эту игру, прохождение. А сейчас вот эта игра очень похожа. Посмотрите, что он делает. Это что было? А, он типа, типа завел. Как, знаете, какой-нибудь инструмент. Так, жу-жу, типа завел и использовал. И сейчас типа последний уровень, вот финалка. Тут, честно говоря, я не помню. Наверное, динамит надо нажать. Не помню, что тут надо сделать. Надеюсь, это правильный вариант. Если нет, надо будет заново играть. Надеюсь, вот это правильный вариант. Так. Ну и что ты делаешь? А, в дупло закинет. Так. Сейчас бахнет, и они улетят. Ну, игра намного хуже, чем в Save the Girl. Точно. Здесь звуков не хватает каких-то вообще пустая, кажется. Вот, смешные моменты тут открываются под конец. То, что, если бы ты играл, чтобы не получилось, когда это. Смотри. Смотрите. Вот. Выбираем, например, такой вариант. Получается вот так. И что повезло? А, сейчас электричество. Понятно. Нельзя же так использовать. Понятно. Вот. Эти моменты можно смотреть, когда я всю игру прошел. И так далее. Вот. Смешные моменты. И дальше смотришь их. Вот этот момент, например. Это первый уровень, по-моему, или там. Ну, начальный уровень какие-то. Хм. О. Ну, наверное, это смешно, честно говоря. Не сильно смешно. Ну, вот они все тут, смотрите, крутим. Тут 45 уровней. И у каждого, в каждом уровне, по 3 уровня, получается, плохих моментов неправильные. Да. Вот то, что я смотрел, это когда я играл. Видите, вон сколько их. Вот это ближе к концу игры, вот такое. Ну, такая игра, знаете. Мне кажется, она не сильно популярна. Это я так, что-то ее показал вам. Надо было что-то другое запустить. Давайте еще одну игру запущу. Последнюю. Все. Присаживайтесь, пожалуйста. Ой, мне ехать. Все. Так, ну что, чем закончим? Мне этой игрой хочется закончить, а что-то другое еще показать вам. Что у нас тут есть хайповое, ребятки? Кто эксперт по хайпу у нас? Пишите, что хайповое показывать вообще. Hungry Shark? Да, ну. Impassable Car Tracks. Все, вот это хайп. Хайп десятилетней давности. Просто запущу. Здесь музыка норм. Играть можно и все. Тачки все, как я люблю. Поехали. У меня тут десятый уровень. Поехали. Погнали, погнали. С вами Андромалик А.А.К. Шумахер. Показываю вам, как надо эту игру проходить с первой попытки, без косяков, без ошибок. Топ игра. О, я придумал. Давайте выпуск назовем следующий, который я когда-нибудь буду делать. Вы, может, мне подскажете. Называться будет выпуск. Подборка кринж игр. Как вам такое, а? Вот какие игры вы считаете кринж играми? Название напишите. Я их добавлю в какой-нибудь выпуск. Шесть, семь, может, восемь игр. У меня будет топ-8 кринж игр для телефонов и планшетов. Какой-нибудь такой выпуск будет. Я пока не знаю топ-кринж игр, если честно. Надо так порыться в магазине. Посмотреть. Но топ-кринж игр можно добавить в форцию эту, которую я недавно играл. Где типа гонки, а потом получается три в ряд делаешь. Ну это кринж. Ты как бы ожидаешь гоночки, красивые тачки, скорость. Ты там получается три в ряд делаешь, чтобы новую машину открыть, покраску или еще что-то. Ну это кринж, я считаю, кринж. Лидия, пока я вам рассказываю все, у меня все получается. Тут трасса на самом деле очень долгая. Я еще даже половину не проехал, но... Начало все отлично, видите. Еду как шумахер. Может быть даже лучше. Кто знает? Ой, хорошо, тут нормально. Я думал... Ой, забыл, что тормозов нет в игре. Лучшие тормоза в этой игре просто газ не сжать. Вот реально. Потому что рассчитывать, что тормоз что-то поможет, вообще ничего не дает. Вот тот же эффект, что-то просто, по сути, отпускаешь газ. Так, вот здесь что-то прыгать надо будет. Вот здесь какие-то проблемы у меня были, я помню. Так, сильно я не газую тут? Ну нормально, нормально. Не перевернись только, все. Вот здесь где-то надо газовать, где-то не надо газовать. Вот это я уже не помню, честно говоря. Ну давайте тут. Тут не надо газовать, да? А вот тут надо было газовать. Ой, получилось, прикиньте. Достаточно было. Так, прыгаем с газком. С нитроускорением. Так, хорошо. Не переворачивайся только. Блин, сейчас на три звезды пройду с такими темпами. Как-то я на релаксе. Вот тут у меня не получалось в прошлый раз. Я не знаю, то ли тут газку максимально дать, то ли что. Ооо, у меня на этот раз все получилось. Только тут я упал, но ничего страшного. Только не в ту сторону. Вот здесь почему-то ресет сделается не в ту сторону. Вот заметьте, я не знаю почему так. А не, все правильно тут было. Надеюсь, что у болей, но почему-то слева, ё-моё. Вот тут немножко, конечно, в 20 секунд где-то потеряли мы. А, так тут финиш. Это финиш? Так все, три звезды должны дать. Давай, 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 давай. Не, ну это супер быстро. Три звезды точно. Я еще в конце ошибку мог это не делать. Так вообще идеально все прохождение было. Ну я просто профессионально. Ну-ка. Да, три звезды. Ну я просто молодец. Все, ребята, спасибо, что смотрели. Вот такие были сегодня игры. Обязательно пишите в комментариях мне, какие игры хотите заказать на следующие там выпуски. Не на следующие, там через выпуск, через 10. Потому что многие выпуски я сразу снимаю. Много игр готовлю. И потом они выходят долго. Поэтому вы это не переживайте. Ваши игры будут чуть позже добавлены. Если они, конечно, интересны. Если они есть на iPad, ну скачать что-то можно. То я их скачаю, поиграю обязательно. Все, с вами был Андромалик. До новых встреч. Всем пока. Подписка, лайк. Увидимся. Не скучайте. Следующий выпуск завтра. Пока-пока. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.